Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я снимаю видеоролик о том, как протравливать землю в теплице медным купоросом. Это в том случае, если вы несколько лет высаживаете в одну и ту же теплицу томаты, или если в том году у вас была здесь фитофтора. И сейчас я покажу, как правильно приготовить вот этот раствор медного купороса. Если вы только начинаете свою огородную историю и еще ни разу им не пользовались, вы должны обязательно это знать, потому что тут есть некоторые особенности и примечания. Вот медный купорос у нас это порошок вот такого небесно-голубого красивого цвета. И у него есть такие ограничения, что приготовить все медь содержащие, что вот бордовская смесь, что хом. Всегда написано, что избегайте использования металлической посуды. То есть мы должны разводить в пластмассе или в стекле. Я вот насыпаю металлической ложкой, но размешивать я буду пластмассовой. Размешивать нужно пластмассовыми или деревянными палочками, потому что железо окисляется и те предметы металлические, которые вы будете использовать, они могут прийти в негодность. Сначала разводим одну столовую ложку в небольшом количестве воды. Потом это количество растворяем уже тщательно-тщательно в 10 литрах. Вот мне, чтобы не путаться, у меня специально есть вот такое ведро для использования в огороде с градуировкой. Вот здесь есть градуировка 10 литров. После того, как мы растворили, он получится раствор такого мутно-голубого цвета. Тогда уже я его перелью в лейку. Ну, лучше в пластмассовую, но у меня здесь металлическая. Я быстро перелью и быстро пролью. Вот так очень просто можно приготовить этот раствор. Но еще хочу несколько слов сказать о том, что есть аналогичные такие же средства, как хом, как бордовская смесь, которые также эффективно защищают, можно уничтожить ими грибковые заболевания, не только медный купорос. Вы можете в магазине выбрать любое вот из этих средств. Бордовской смесью некоторые обрабатывают так же по принципу, как обрабатывают растения, разводят бордовскую смесь в опрыскиватели и опрыскивают грунт. Потому что у нас в основном все наши болезнетворные грибки в верхней части, наверху находятся, в глубине. Мало, когда они туда поступают. Но я вот для большего эффекта, для стопроцентного результата я поливаю из лейки и смачиваю весь верхний грунт. Все. До свидания. Я показала, как приготовить раствор медного купороса. Ничего сложного. Рецепт всегда один и тот же. Одна столовая ложка на 10 литров воды на ведро. И, пожалуйста, можно поливать, можно опрыскивать. Главное, не пользуйтесь металлическими предметами, желательно, или пластмассовые, или стеклянные. И после обработки медным купоросом две недели тут ничего садить нельзя. Через 10 дней, через 80 дней после обработки медным купоросом лучше полить фитоспорином, потому что медный купорос убивает всех грибков, не только плохих, но и хороших. И вот нужно нам заселить положительную микрофлору в этот грунт, полить фитоспорином, прикрыть пленочкой. Через 5-6 дней после обработки фитоспорина можете приступать к работе. Будет у вас прекрасная микрофлора, только положительные грибки, и урожай будет очень хороший, без заболеваний. До свидания!